Коба, привет! Ну что, я вполне оправился после вчерашних потрясений. Вот, и сейчас уже начну разглагольствовать. Вот я знаете, с чего начну? Когда-то, очень давно, в прошлой жизни, тут так говорят, в прошлой жизни это там, да, в Саратове я выбивал ковёр. Вот, я у тёщи тогда живу, у моей женой у тёщи жили. Вот, и я вышел, значит, в воскресенье выбиваю ковёр, ко мне подходит женщина. И вот так вот вокруг меня, значит, соседка, вот, и вокруг меня ходит, говорит, а давайте я вам помогу, то-сё, ну, я, конечно, удивился. Чё ей надо было-то? Я говорю, вы сразу говорите, чё вам нужно? Да вот вы понимаете, нам уколы там назначили, да, пенициллина ребёнку, вот, а у нас вот этой пилочки нету, вот у вас нет случайно, а у меня этих пилок дома. Я говорю, да ладно, сейчас ковёр добью ей, пойдёмте я вам это сам, ой, даже бросил этот ковёр, пёс с ним, вот, пошёл, значит, поднялся там на второй этаж, дал ей штук шесть этих пилок, вот она довольна была. Смысл в чём, ребят? Вот у профессионалов, да, всегда есть такое, что ответить очень просто, вот, раз и всё, да, вот, абсолютно ничего ему это не стоит, да. Вот то же самое, я сейчас перехожу к своей семёрке, да, семёрке, они наслушались вчера, ну, у меня там двое нормально работают, в принципе, да, вот, один, правда, пишет много, вот, но у него никак что-то не получается, но он старается, молодец, молодой парень совсем, вот, а девушка вот эта с великолепным английским, она бьётся, то-сё, пятое-десятое, вот, и вот все, кто мне пишут, да, вот как, чего, да, ребят, я вам всем помогу, бесплатно, пока. Пока почему? Вот я как одного запущу в Америку, да, вот тогда будет платное. Вот, а пока вы не видите результата, я не могу, я не имею права просто требовать денег, да, а потом это будет уже, так сказать, а сейчас вот мне ещё тут сегодня один мужчина написал, ну, просто e-mail где-то нашёл, вот, говорит, я вот сейчас в Америке, значит, вот, как мне, как мне быть, я хочу остаться, да, но он там, неважно, по какой причине, какое-то время командировка, вот, понимаете, ещё мне давно ещё одна женщина писала, она здесь училась, в аспирантуре, по-моему, тоже вот задавала вопрос, но она уже конкретно, вот я такого нашла, чего вы на него, чего вы про него скажете, ну, я на него посмотрел, говорю, нет, это только не это, вот, ну, она говорит, я всё-таки вам не поверила, попробовала с ним познакомиться, а, ерунда, вот, и мне это несложно, понятно, да, а вот сейчас мне тоже несложно ответить на два вопроса, я начну с маленького, в США я не поеду никогда, вот так вот, никогда, именно потому, что не смогу бросить свою собаку, и даже здесь, если мой избранник не захочет общаться с собакой, нам придётся расстаться, люди разные, не в зависимости от принадлежности к месту проживания, Ольга, её зовут Ольга, какая у вас странная, вот, никогда, вот, я собаку не брошу, я своих тоже не брошу, вот, вы знаете, сколько сюда приезжают с собаками, договоритесь, найдите собачника, который облизывает, который спит в окружении 18 собак, найдите его, езжайте к нему, он вас примет как родной, судя по всему, вам собаки нравятся, ну, такого же ищите, знаете, сколько перевозят сюда и собак, и кошек, хотел сказать, и, ну, я больше не знаю, кого перевозят, ну, собак и кошек, да, вот, она уехала в Канаду, давно ещё, девчонка, тут, ну, на другом сайте мы общались, да, она уехала в Канаду, там какое-то время жила, а кошка любимая была у бабушки, ну, там где-то в России, да, и вот они эту кошку вообще без никого перевезли, просто багажом, ну, груз, специальный груз есть, платишь деньги, вот, и эта кошечка летит в самолёте, а потом она её встречает, знаете, сколько радости было, ну, конечно, для кошки стресс, но ничего, её сметанка канадская, раз туда-сюда, понятно, да? Второй вопрос сложнее. Доктор Влад Владислав пишет, вот он меня почему-то Владиславом тоже называет, я вообще-то Владимир, неважно, я без высшего образования, работаю в Перми на заводе, получаю мало, не живу с родителями 7 месяцев, уже 25 лет, в техническом институте не доучился, полгода имею корочки сварщика начального разряда. Владислав, что я так кашляю в стране? Владислав, вот вы написали, да, я просто зачитываю, я думаю, что тут уже разрешение не требуется, потому что вы всё равно свои слова, как говорится, выплеснули наружу, да? Вот, чтобы люди знали, да? Значит, в техническом институте не доучился полгода, имея корочки сварщика начального разряда, это, кажется, я уже читал. Мне не нравятся условия жизни, а именно, люди, которые рядом, безнициативные, ушлые, родители, которые проявляют ко мне скрытую агрессию, понижают самооценку. Девушки нет. Я люблю электронику, популярную психологию, книжки читать. Написал даже свою маленькую книжку про взаимоотношения детей и родителей. Вообще, молодец, парень. Мне многое интересно. Это вот почему русским ничего не надо, что у меня какая-то была. Я живу на краю города, среди типичных русских людей, постепенно деградирую, в основном играю в компьютерные игры, но это уже моя психологическая проблема. Моя жена тоже, кстати, она любит играть. Я вообще не играю. Всё, завязал лет 7 назад. Всё, вообще в ноль. Я могу снова начать действовать, только бы мне взять себя в руки. Я мало кому доверяю, переезд в Америку для меня какая-то расплывчатая мечта. Потому что хочу жизнь свою сделать лучше, но не знаю, как это правильно. То ли доучиться здесь, в институте, на своей нелюбимой специальности, которую мне выбрала мама, и с дипломом пойти работать на местный завод, машиностроителем. Видимо, какой-то большой завод там в Перми. То ли нацелиться на переезд и полномерно копить денежку, работая на обычной работе, чтобы потом в один момент собраться, поехать в Америку, там научусь и работать, и поступлю в их учебное заведение. Мог бы выучиться работать за станком ЧПУ, или заниматься творчеством, или найти своё место в IT. Извините за некорректный комментарий. Какой там некорректный? Во комментарий! Некорректный комментарий, на который вы потратили внимание, что вы мне посоветует. Я ему написал, что будет сейчас ролик именно по вашему вопросу. Вот, ребят, я больше чем уверен, да? Вот что это Владислав, он не один таких Владиславов страшное количество. Они же Сергей, они же Александры. Вот. Который вот в растерянности, да? Вот ему 27 лет, но он живёт в таком месте, что, 25 лет. Семейство 25 лет, и вот он никак себя не найдёт, и так далее. Владислав, вообще без вопросов. Поскольку вы вот играете в компьютерные игры, да? Значит, вы знаете компьютер. Отсюда вывод, вы знаете интернет. Отсюда вывод. Вы знаете, что такое Google, да? Вот идите на Google. Набейте там в строке, значит, брачные сайты бесплатно, или что-то в этом роде. Вы знаете. Лучше меня, да? Найдите эти сайты. Посмотрите, как следует, да? Что из себя. Зарегистрируйтесь на них. И ищите себе девчонку. Я уверен, вас с руками просто оторвут в Америке. Смотрите. Молодой. Я надеюсь, красивый, симпатичный. Да, но это не важно. Молодой. Грамотный, да? Учился в институте. Вот. Разбирается тут вот в чём-то. Даже книжку свою написал. Ребята, там много таких, вот которые книжку свою написали. Неважно, какую. Свою книжку. Вот я написал свою книжку, я этим ужасно горжусь. И она мне помогла попасть в Америку. Вот. Я не говорю вам, Владислав, что вашу книгу там опубликуют. Нет. Это потом. Посмотрите. Сейчас сначала, тем более у вас нет девушки. Вы смело можете писать, у меня нет девушки. Ну, там вот заполняется эта анкета, да? Всё. И чё как? И в любое время ко мне обращайтесь, если будут какие-то вопросы уже с конкретными девчонками. Ну, типа, а вот я нашёл себя. Вот как она? Вот на ваш взгляд. Только в том случае, если она вам уже ответила. Вот. Я просто так весь интернет перебирать у меня времени нет. Да? А вот это нравится, а вот это нравится. Вы напишите ей. Если она вам ответила, если у вас пошёл разговор, а вы сомневаетесь, вот тогда в этом случае пишите. Вы, Владислав, и все остальные 150 миллионов россиян, если вам нужно это знать, пишите мне. Без вопросов. Для меня это вот как пилка, понимаете? Вот. Просто как пилку отдать. Всего хорошего. До свидания, доктор Влад Свайлович. С вами Сварта.